Ссылка в описании под видео. Тень. Как в домике не было электричества, мы зажгли свечи. Атмосфера сразу приняла жутковатый облик. Где-то сверкала молния, барабанил дождь и гремел гром. Сам Бог велел в такую погоду травить байки о призраках, чертях и даже самом дьяволе. Я помню, как Мишка рассказывал о безголовом мотоциклисте с одной рукой, который искал свою невесту, когда в дверь домика постучали. От неожиданности мы разом как по команде вздрогнули и разгоряченные страшилками уставились на входную дверь. Стук повторился еще раз, и я с Пашкой опасливо озираясь пошли открывать. На пороге стоял незнакомый нам мужчина лет 55-60, грузный и казалось слегка навеселе. Ребят, позвольте переждать грозу с вами, как только стихнет, я сразу уйду. В самом деле, как мы могли ему отказать? Мы с Пашкой раступились, давая ему дорогу в дом. Мужик пристроился на старом кресле, которое было прожжено и стерто временем не на шутку, и стал дуть на руки, а мы наблюдали за его манипуляциями. Но вскоре расслабились и поняли, что данный персонаж нам ничем не опасен, и вернулись к своим байкам, почти позабыв о нашем госте. И как только Мишка закончил свой рассказ, из угла послышалась усмешка. «Ну и сказочники вы ребята», – улыбаясь проговорил ночной визитер. «А хотите правду услышать? Мне еще мать рассказывала. Жили мы тогда в Цветковском, и тогда молва жуткая ходила об одном парнишке, который душу самому дьяволу продал. Мужчина ткнул свой палец в потолок и неопределенно поводил глазами. Ну а мы, конечно, не поверили ни одному его слову. Ну да ладно, байку послушать нам явно хотелось. Да и что-то посерьезней сыроежек-убийц услышать были не против. И мы вопросительно уставились на него. В общем так, детишки. Шел тогда 1960 год. Ферма тогда работала на убой. Мы кормили всю Московскую область. Да что область, и Москву тоже. У нас тогда райсовет был, так нам четыре трактора подарили. А все потому, что удои давали хорошие. И скот гоняли, и мясо рубили, и зерно убирали. В общем, все делали лучше других. И жил один парнишка. Васьком звали. Молодой складный хлопец. И не поверите, даже не пил. Работал за троих день и ночь. На своем тракторе куролесил. Многие считали, что и не спал парень. В общем, передовик одно слово. Ну как водится, приглянулась ему красавица здешняя Маришка. Баба была кровь с молоком. И фигура, и женские прелести. Все при ней. А губы, что кровь алые. Не баба, а загляденье. И повадился Васька к Маришке подкатывать. А та ну ни в какую. Он и сох по ней. И цветы дарил, и песни пел. В общем, лица на нем не было. А Маришка как-то поймала его за углом и говорит. Ты, Вась, не бегай за мной. Лучше забудь, пока бабка моя не помрет. К алтарю мне ну никак нельзя. Почему это нельзя, Васька так и не понял. Но поспрашал у народа про бабку Маринкину. А ему дед Тимофей да и рассказал. Мол, ведьма она. Да и сколько хлопцев за Маринкой не убивались. Бабка ееная всех в могилу свела. Парню бы испугаться да отпустить девицу от себя. А нет. Сердце кровью обливается. Любит он и все. И сам к бабке той в гости да пошел, мол, как на поклон. Ну, стало быть, в хату он заходит. Сидит бабулька да семена лузгает. На Васька ноль внимания. А он ей. Баб Марфа, отдай за меня Маришку. А то про тебя всяко говорят. А я молодой, жить хочу. И на всякий случай к тебе пришел. Бабка удивленно уставилась на парня и зырит. Вроде как не понимает, о чем это он. Да и Васька сам понял, что сморозил глупость, мол. И не ведьма никакая бабка, как бабка. Сидит семечки грызет. А он тут сваты набивается. И вроде как и уходить собрался, да к сеням поворачивается. А бабка ему. Не по той ты масти, хлопчик. Не за тебя, Маришка, идти должна. Уж есть у нее женихи с других кровей. И не из вас, работяг. Вот будь ты чертом на худой конец. Я бы, может, и подумала. А так ты, хлопец-оборванец. Так что ступай, коли шкура своя дорога. И не морочь Маришке голову. А то худо тебе будет. И бабка от него отвернулась и устаялась в окно, лузгая семечки. Вышел из дома Васька. Голову ниже колена пустил. А сам понимает, ну не может он без Маришки и шагу вступить. Плохо ему. Он, возьми, к местной барыге Люськи за самогоном забрел. Неделю пил наш тракторист. Работу забросил. Все забросил. К нему и участковый приходил. И мужики баб показывать. А то там Маришке грезит и все тут. Но вроде потом отошел. И решил он узнать, как можно бабке той приглянуться. Пошел он к одному деду. Тот ему со смеху и посоветовал душу дьяволу продать. Дед тот-то пошутил, конечно. Но ритуальчик подсуропил. И вот в ночь на пятницу тринадцатая восятка ритуальчик и провел. Да только после него ему ни Маришка, ни ее бабка не нужны стали. Люди говорят, что ни в зеркале, ни на земле отражения у него нету. Пришел на озеро, так все девки разбежались. Нету отражения в воде. Они стоят, а восятки как бы и нету. А потом и совсем худо стало. Васька только по ночам появляться стал. И сказывает, что не просто так. А ходит по дворам и тень выглядывает. А ее нету есть. Стало быть и тень отражения не отбрасывает. Нету как бы восятки. Только оболочка и осталась. А после, говорят, вообще исчез. И больше его и не видели. Маришка так и прожила всю жизнь одна. Нет, замуж-то выходила шесть раз. Да только мужики на этом свете у нее не задерживались. Так и померла одна и без деток. Дождь на улице закончился. Мы уставились, открыв рот. А наш гость встал и отправился, не говоря больше ни слова, к выходу. Но вот что странно. Я-то этого не видел. Да только лика с Маринкой и Ленкой тени его на полу не увидели. Любимая теща. Хотите верьте, хотите нет, но эта история не выдумка. Раньше я жил в деревне. И как водится, в деревнях ведьмы, ведуньи и так далее. Но мне в это слабо верилось как-то. Но вот однажды мы с бабушкой пошли в гости к ее подруге. Долго они разговаривали о проблемах житейских. И тут затронули тему про ведьм. Вот значит подруга моей бабушки и поведала ей, что на краю деревни возле речки жила бабка, которую звали Устинья. Слухи ходили по деревне нехорошие про нее. Но никто не придавал этому значения. А вот что после войны, когда все стали возвращаться в свои дворы, люди стали замечать, что родители Устини нереально быстро стали на ноги и стали довольно быстро зажиточными. И при этом она вышла замуж за самого красивого парня в деревне, хотя сама далеко красавица не была. Прошло время. У Устини родились дети, которые в свою очередь подросли. Сын ее уехал куда-то в Сибирь. Там женился и остался жить. А вот дочь была инвалидом, заторможенное развитие. Значит дочери Устини понравился один парень, у которого уже была девушка. И естественно те собирались жениться. Но вот однажды по деревне пошел слух, что невеста этого парня пропала. Когда начали искать ее, то нашли на завтра в погребе. Самое интересное, что лицо у нее было обезображено. А на двери с внутренней стороны были царапины от ногтей. И один ноготь оторванный торчал из доски. А самое интересное, что умерла она не от болевого шока. А вот как сказали врачи, сильного испуга сердца не выдержала. Прошло несколько недель после похорон. И этот парень очень сильно, как бы это банально не звучало. Влюбился в дочку Устини, хотя раньше на дух ее не переносил. И при встрече насмехался над ней. После того, как он понял, что любит Ольгу, дочь Устини, они сыграли пышную свадьбу. Все казалось бы было нормально. Но прожив лет пять совместно, Владимир и Ольга начали ссориться частенько из-за того, что Владимир стал прилаживаться к стакану. И вот в один прекрасный день он избил по пьяни Ольгу. И та естественно пожаловалась своей матери. Когда наутро соседи увидели Владимира, то остолбенели, так как у человека было явно психическое заболевание, которым тот до этого дня не страдал. Но все списали на то, что, мол, сильно пил и сел на коня. А у человека была ярко выражена мания преследования и чрезмерная тяга к самоубийству. Все таки осталось бы шито-крыто, если бы друзья Владимира не решили вырвать его из лап ведьмы. Вот однажды те дождались, когда Устиня пошла в сельмак за продуктами, влезли к ней в дом и начали искать, хотя и сами не знали, что. И вот один из них крикнул, «Колюха, смотри, какая книжечка интересная! На вид ей уж лет двести!» Коля подошел к Александру, взял в руки книжку, полистал, повертел в руках и сказал, «Это, видать, старая корга по этой книжонке научилась как Вовку приворожить, а потом и хворь на него навела». Засунув книжку под куртку, товарищи спешно покинули дом. Но ночью, когда Сашка пришел домой и лег спать, его ожидал неприятный сюрприз. Наутро, встретившись с Колей, он испуганно рассказал тому, что ночью ему приснилась Устиня и пригрозила, что, мол, если они не вернут ей книгу, то они все скоро умрут и в муках. Александр сказал, что ему она тоже приснилась и сказала, что переломает ему кости, если тот не отдаст книгу, которая ему не принадлежит. После разговора они все-таки решили вернуть книгу. Александр скачал на велосипед и собрался было ехать за книгой, как, проехав пару метров, он упал. При падении он сломал себе четыре ребра, ключицу и бедро. А самое интересное то, что ехал-то он не быстро и говорил, что как будто ему в переднее колесо палку всунули. Но так как Сашка был не в состоянии, Коля пошел за книгой. Идя к дому ведьмы, он долго думал, как ей отдать книгу и, наконец, решил, что лучше будет подбросить ее во двор хозяйки. Завернув книгу в пакет, он бросил ее через калитку во двор. Но так как на беду упала в лужу, Владимир не стал ее доставать оттуда и в спешке пошел домой. Но вот только хотите верьте, хотите нет, но на завтра он утонул в речке, глубина которой не больше двадцати сантиметров. Обстоятельства его гибели уже более тридцати лет остаются загадкой. Аустинья, пожив еще лет десять, умерла в страшных муках. При этом умирала она долго. После смерти книгу эту никто таки не нашел. Кто говорит, что дочка Ольга продолжила дело ее матери? В общем, никто толком и не знает. Дом Устини купили другие люди и разобрали на дрова. Но зимой того же года у этих людей сгорел свой дом, и при этом хозяева чудом остались живы. А что касается Ольги с Владимиром, так они до сих пор живут в той же деревне со своими сыновьями, у которых тоже заторможенное развитие. Владимир два-три раза в год ездит в Сигбаницу на реабилитацию, но ему, как сказали врачи, ничего не помогает. А вот я думаю, что любимая теща постаралась для него на славу, и его уже ничего не спасет. А думаю так, потому что бабульки в деревне говорили, что Устини была потомственной ведьмой, и что и в могилу кого-нибудь загнать ничего не стоило, так как уже несколько поколений у них в семье практиковали черную магию. А еще факт остается фактом, что если кто-то осмеливался обидеть кого-то из членов их семьи, через пару дней или неделю переезжал на кладбище жить, поэтому практически никто им слова плохого не говорил. Деревенские были. Как уличить ведьму? Говорят, каждая ведьма, умирая, должна передать свою силу преемнице или любимой ученице, иначе ведьмина смерть будет мучительно. В нашей деревне ведьмой считали бабу Нюру, а после ее смерти объявили законной наследницы ее дочь Лелю. Фактов порчили с глаза замечено не было, но взрослые с Лелей общались неохотно, а дети на улице тыкали своими грязными пальцами ей в спину, подражая глупым суеверным родителям. Для меня это была последняя ночь деревни, отпуск заканчивался, попросила своих проводить до дома после прощального загула, и ненароком брякнула, что Лелька тоже придет провожать. Леля была некровной, но родственницей. В воздухе повисло напряжение, кто-то из особо впечатлительных вообще отказался идти в мой дом, а у кого-то достаточно смелого или не очень умного возникла идея, а давайте проверим, на самом деле она ведьма или нет. Стали усиленно вспоминать, как там ведьм проверяют. Была версия про иглы, которые нужно бросить на след или воткнуть крест на крест дверь, потом еще несколько версий. «Я топала к дому впереди шайки Лейки, твердо решив заделаться Лелькиным адвокатом. Вот сейчас, думаю, все закончится. Я вскарабкаюсь на табуретку и гордо заявлю. Я же говорила брехня все это. А вы балбесы!» В доме сели в ряд на скамейку напротив ведущей в комнаты массивной двери с кольцом вместо ручки. Над косяком воткнули острый маленький ножичек. Заранее было обговорено, если Лелька не сможет открыть дверь и переступить через порог из нежилой части дома, где затаились мы туда в комнаты, где ее ждут. Это и есть вердикт. Лелька долго ждать себя не заставила. Вошла, оглядела насмерть перепуганных подростков, поздоровалась. «Где мама?» – спросила она меня. «Там!» – я кивнула головой на заветную дверь. Лелька ухмыльнулась, подошла к двери, взялась за кольцо и отдернула руку так, будто кольцо было раскаленным. Она повернулась к нам. Мои охотники за ведьмой синхронно отпрянули, будто их оттолкнул нечеловеческий взгляд, а припер к стене невидимый воздушный поток. Лелька переступила с ноги на ногу и произнесла «Ну что, ребятки, проститься пришли?» Ребятки молчали, вылупив глаза. Серега рядом нервно сглотнул. «Хорошо», – сказала Леля, как будто сама себе. Подошла к двери, взяла за кольцо и отдернула руку, отскочив на шаг назад и обнаружив тем самым такую прыть, какую даже я не ожидал от нее в таком преклонном возрасте. Она обернулась и прищурилась, отчего морщины еще четче выступили на старческом лице. Олег вцепился в скамейку так, что побелели костяшки пальцев. Игорек начал тихонечко то ли хныкать, то ли подвывать. Леля вдруг заложила руки за спину и стала прохаживаться перед нами, бросая почти злобные взгляды на дверь. Словно опомнившись, она завела. «Ох, ребятки, вы возвращаетесь, нас, стариков, не забывайте». Следующая фраза, адресованная пацанам, прозвучала почему-то зловещим шепотом. «Я с вами еще не прощаюсь». Затем Леля сделала очень глубокий вдох, вцепилась злосчастное кольцо обеими руками и рванула на себя дверь с таким усилием, как будто это была многотонная конструкция. Мы тупо уставились на закрывшуюся дверь, потом скачали и, натыкаясь друг на друга в темных сенях, рванули на улицу так, будто за нами и правда гналась чертовка верхом на помеле. Высыпали на лужайку, у кого-то подкосились ноги, и он опустился на траву. Все молчали, вокруг клубился утренний густой туман. Я поняла, что моего адвокатского монолога сегодня не будет. Как назло Серега и гидно заметил. «Ну что, Ритка, убедилась теперь?» Субтитры создавал DimaTorzok